Беседа, содержащая порицание небывшим в церкви, и уещание к бывшим о том, чтобы заботились о братьях, а также с 1 Коринфянам 1.1. Когда посмотрю на вашу малочисленность и вижу, что наше стадо уменьшается в каждое собрание, то я скорблю и радуюсь. Радуюсь из-за вас, которые здесь теперь. Скорблю из-за тех, которых здесь нет. Вы достойны похвал за то, что не стали беспечнее и от малочисленности, а они заслуживают порицания за то, что не возбуждаются к усердию и вашей ревностью. Поэтому и называю вас счастливыми и блаженными за то, что вам нисколько не повредила беспечность тех, а тех почитаю жалкими и оплакиваю за то, что им не принесла никакой пользы ваша ревность. Не слышали они, что говорит пророк. Лучше жить у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. Псалом 83.11. Не сказал, не жить в доме Бога моего, но обитать, не обитать, не войти, но лучше входить. Я рад, говорит, быть и в числе последних. Доволен буду и тем, если удостоюсь войти в преддверие. Почту за величайший дар, если меня поставят между последними в доме Бога моего. Любовь усвояет в себе общего всех, владыку, Господа. Такова уже любовь в доме Бога моего. Любящий желает видеть не только самого любимого, и не только дом его, но и преддверие, и не только преддверие дома, но и самую улицу и переулок, где-то есть дом любимого человека. Если увидит хоть одежду или обувь друга, думает, что перед ним сам друг его. Таковы были пророки. Так как они не видели бестелесного Бога, то взирали на храм, и в нем представляли себе присущим самого Бога. «Лучше жить у порога в доме Бога, нежели жить в шатрах нечестия». Всякое место, всякий дом, будет ли то судилище, или сенат, или частный дом, в сравнении с Домом Божиим есть селение грешников, потому что там хоть и бывают молитвы и моления, но неизбежно бывают также раздоры, ссоры, брани, совещания о житейских делах. А этот Дом Божий чист от всего этого. Вот почему те места селения грешников, а это Дом Божий. И как пристань, защищенная от ветров и волн, дает полную безопасность входящим в нее судам, так и Дом Божий, как бы исторгая входящих в него из бури мирских дел, дает им стоять спокойно и безопасно, и слушать Слово Божие. Это место есть школа добродетели, училище любомудрия. Приди не только во время собрания, когда бывает чтение, писание, духовное поучение и собор честных отцов. Нет. И во всякое другое время приди только в преддверие и тотчас отложи житейские заботы. Войди в преддверие, и как бы ветерок какой духовный повеять на твою душу. Эта тишина внушает страх и учит любомудрию, возбуждает ум и не дает помнить о настоящем, переносит тебя с земли на небо. Если же так полезно быть здесь и без собрания, то какую пользу получают здесь присутствующие и какую потерю несут отсутствующие тогда, когда пороки вопиют со всех сторон, когда апостолы благовествуют, когда Христос стоит посреди, когда Отец одобряет происходящее здесь, когда Дух Святый сообщает свою радость. Хотел бы я знать, где теперь уклонившиеся от собрания, что удержало их отвлекло от этой священной трапезы, о чем у них разговоры. Впрочем, я хорошо знаю это. Они или разговаривают о вещах непристойных и смешных, или предались житейским заботам, а занятия тем и другим непростительны и заслуживают самого строгого наказания. О-первых, не нужно и говорить, и доказывать, но что и те, которые ссылаются перед нами на домашние дела и говорят, будто неизбежная надобность по этим делам удерживает их от присутствия в церкви, что эти люди не могут получить прощение, так как призываются сюда только однажды в неделю, между тем и в это время не хотят предпочесть духовное земному. Это ясно из Евангелия. Званные на духовное брачное пиршество извинялись вот как. Один купил рабочих валов, другой купил землю, третий женился. Однако ж они наказаны. Дела необходимые, но и они неизвинительны, когда призывает Бог, потому что все необходимое для нас ниже Бога. Сперва честь Богу, а потом уже забота о прочем. Какой слуга, скажи мне, станет заботиться о своем доме, прежде чем исполнит господскую службу? Так не странно ли по отношению к людям, где господство голое имя, оказывать господам такое почтение и повиновение, а к истинному владыке, не только нашему, но и горних сил, не иметь и такого уважения, какое оказывает подобным нам рабам. О, если бы вы могли войти в их, то есть не пришедших в церковь, совесть, тогда ясно увидели бы, сколько у них ран, сколько терний. Как из земли, необрабатываемые руками земледельца, глохнет та земля и зарастает кустарником, так и душа, не пользующаяся духовным наставлением, произращает тернии и волцы. Если и мы, каждодневно слушающие пророков и апостолов, едва удерживаем свой гнев, едва обузываем ярость, едва укращаем похоть, едва извергаем из себя гной зависти и постоянно надпевая своим простям стихи из божественных писаний, едва усмиряем этих наглых зверей, то они, никогда не пользующиеся этим врачевством и не слушающие божественного любомудрия, они, какую, скажи мне, могут иметь надежду на спасение? Хотелось бы мне быть в состоянии показать вашим глазам душу их. Вы увидели бы, как она нечиста, а сквернена, расстроена, унижена и безнадежна. Как тела, не пользующихся банией, покрываются множеством пыли и грязи, так и душа, не пользующаяся духовным учением, покрывается великой нечистотой грехов. Здешняя, то есть церковь и все, что совершается в церкви, есть духовная баня, теплотой духа, очищающая всякую нечистоту. Еще более. Огонь духа очищает не только нечистоту, но и самый свет. Если, говорит Бог, грехи ваши будут как багряные, как снег убелю. Пусть стоит греховная скверно, так крепко вопьется в существо души, что получит уже неизменный цвет краски. И тогда я могу перевезть ее в противоположное состояние, потому что довольно одного моего мановения, и все грехи истребятся. 138. Это говорю не для того, чтобы вы слышали, потому что вы по благодати Божьей не имеете нужды в лекарствах, но чтобы они, не пришедшие в церковь, узнали об этом через вас. Если бы я мог знать места, в которых они собираются, то не стал бы беспокоить вашу любовь. Но как мне одному невозможно узнать такое множество народа, то вам поручаю по течению о ваших братьях. Позаботьтесь о своих братьях, привлеките их, призовите. Знаю, что вы уже часто делали это, но мало делать это часто. Надо бы наделать до тех пор, пока не убедите их и не привлечете сюда. Знаю, что вы беспокоили их, что нередко казались им тягостными, что не могли убедить их, и от этого стали менее усердны. Но, да утешит вас Павел, который говорит, любовь всегда надеется всему, верит, никогда не перестает. Ты сделай свое, и пусть он ближний не примет врачества, ты все же получишь награду от Бога. С земли, если бросишь у нее семена, и она не произрастит колоссиев, надо бы на уйти с пустыми руками. Не так с душою. Нет. Ты преподай ей учение, и пусть она не послушает твоих слов. Несмотря на это, ты получишь полную награду. Такую, какую получил бы, если бы она послушала. Потому что Бог смотрит не просто на конец дел, а на расположение делающих. И, судя по нему, определяет награды. Итак, прошу вас. Что делает пристрастный к зрелищам конских бегов, тоже сделайте и вы. А что они делают? С вечера собираются все вместе, ходят друг к другу в домы до зари, назначают себе и другие места, чтобы, собравшись вместе, тем с большим удовольствием идти на сатанинское то зрелище. Как они усердствуют и увлекают друг друга на погибель души! Так вот вы заботитесь о своей душе и спасайте друг друга. И перед наступлением церковного собрания каждый из вас подойди к дому брата, подожди его у дверей, и как выйдет он, останови его. Хотя бы звали его тысячи надобностей, не уступай ему и не давай приняться ни за что мерзкое, прежде чем приведешь его в церковь и заставишь пробыть там во все продолжение собрания. Пусть будет он спорить и противоречить, пусть станет представлять тысячу отговорок. Не склоняйся и не уступай, но сказав и внушив ему, что и другие дела его будут гораздо успешнее, когда он приступит к ним, выстоявши всю службу церковную, помолившись и приняв благословение отцов и связавши его этими и подобными словами, веди к этой священной трапезе, чтобы получить тебе двойную награду и за себя, и за его приход в церковь. Нет сомнения, что если мы употребим столько ревности и усердия к уловлению беспечных, то достигнем спасения. Как бы ни были они беспечны, бесстыдны и упорны, но, устыдившись такого постоянства вашей решимости, бросят, наконец, леность. Ведь они, как ни бесчустины, ни жесточи, однако, что во судьи, который Бога не знал и людей не стыдился, между тем и его жестокого, сурового, железного, твердого, как алмаз, преклонила неотступная просьба одной вдовицы. Какого же извинения надеяться нам, если тогда как вдовица успела преклонить и сделать милостивым судью жестокого и Бога не боявшегося, и людей не стыдившегося? Мы не успеем привлечь братьев, которые гораздо мягче и скромнее этого судьи, когда при том увещеваем их для их же блага. Об этом я часто говорил и не перестану говорить, пока не увижу, что больные выздоровели. Каждый день буду искать их, пока не успею при помощи вашего усердия найти. Усердно прошу и вас разведывать обеспечных, с такой же, с какой я теперь говорю скорбью, с таким же усилием. Не мне одному, но и вам, Павел, повелел заботиться о своих сочленах. Утешайте, говорит он друг друга, сими словами. И делайте, и опять созидайте друг друга. Велика награда пекущимся о братьях, и весьма велико наказание не заботящимся, и не брегущим о их спасении. 140. Поэтому я твердо надеюсь и уверен, что вы исполните слова мои с великим усердием. И потому прекращу здесь увещание, и постараюсь привести вас к трапезе Павловой. Павел, призванный апостол. Это часто и вы слышали, и мы читали. Но слова Писания должно не только прочитывать, но и понимать, иначе не будет нам никакой пользы от чтения. Сокровище, доколе ходят по нему, не показывает богатство. Нет. Надо бы наперед раскопать его, спуститься вниз, и так найти все сокрытое богатство. То же и с Писанием. Если не исследуешь глубины его, то одно чтение не покажет сокровище, заключающееся в Писании благ. Если бы довольно было одного чтения, то Филипп не сказал бы Евнуху. Разумеешь ли, что читаешь? Если бы довольно было чтение, Христос не сказал бы Иудеям, исследуйте Писание. А исследующий не останавливается на поверхности, но не сходит в самую глубину. Ведь в самом вступлении послания вижу великое море мыслей. В светских писанах приветствие бывает просто, только для изъявления почтения. А здесь не так. Напротив, самое начало исполнено великой мудрости, потому что не сам Павел говорит, но Христос движет его душою. Павел, призванный. Это слово Павел, есть, конечно, одно только простое имя, но оно заключает в себя такое сокровище мыслей, которое уже известно вам по опыту. Если вы помните, то знаете, что я целые три дня говорил только об этом имени, изъясняя причины, по которым прежде называемый Савл, после назван Павлом, так же для чего он не принял это имя тотчас, по обращению к вере, но долго еще носил то имя, которое сначала дали ему родители. При этом исследовании мы открыли великую премудрость и попечительность Божией о нас и о святых тех, которые Бог переменил имена. Если и люди дают имена своим детям непросто, но то по отце, то по дяде, то по другим предкам, тем более Бог дал имена своим рабам непросто и не без основания, но с великою мудростью. Люди часто называют своих детей именами умерших, и в честь усопших, и в отраду себе, находя в таком названии детей облегчение своей скорби и окончение умерших. А Бог в имени святых как на медном столбе полагает напоминание и урок добродетели. Так Петра он назвал этим именем по добродетели, желая в имени его заключить доказательство твердости его веры, чтобы в своем имени Петр имел всегдашнего учителя этой твердости. Так и Иоанн, и Иакова назывался нами Громовыми по громогласию их в проповеди. Но чтобы не наскучить повторением того, о чем было говорено, оставив это, скажу только, что имена святых и сами по себе почтенны для боголюбивых и страшны согрешающим. Так Павел после того, как принял Анисима, этого беглеца и похитителя господских денег, после того, как обратил его и посвятил его в тайны веры, желая возвратить его господину, вот что писал к нему. «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу никто иной, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа». Селимона 8.9. Видишь ли, что Павел предложил три причины – узы за Христа, свое состояние по возрасту и уважение, внушаемое его именем. Так как он один просил, то постарался из одного просителя за Анисима сделать трех – Павла, старца и узника. Видишь ли, что и самые имена святых почтенны и любезны верующим. Если название имени любимого дитяти часто заставляет отца и против боли оказать милость ради любимого имени, тем более надлежало так быть со святыми. А для удостоверения, что имена святых были страшно согрешающим, как страшно нерадивым детям имена учителей, послушай, как это именно дал разуметь Павел в послании к галатам, так как они уклонились в иудейскую немощь, то есть в обрезании другие обряды, и были в опасности потерять самую веру христианскую, то Павел, желая восстановить их и убедить, не примешивать ничего иудейского к евангельскому учению, писал им вот как и «Вот я, Павел, говорю вам, что если вы обрезываетесь, то нет вам никакой пользы от Христа». Галатам 5.2 Ты сказал «я», еще же прибавил еще имя, разве этого «я» недостаточно было для значения, кто пишет «нет». Но чтобы ты знал, что и одного прибавления имени недостаточно для поражения слушателей, поэтому Павел прилагает свое имя, желая напомнить им галатам об учителе. И с нами случается то же самое, когда вспомним о святых, то если мы в беспечности пробуждаемся, если в бесстрашии устрашаемся, так когда услышу я об апостоле Павле, то представляю себе, как он был в скорбях, в теснотах, в побоях, в темницах, в глубине морской день и ночь, как он восхищен был на третье небо, слышал в раю незреченные слова, представляя себе это избранное орудие невеста водителя Христова, который желал бы сам отлучен быть от Христа за братьев своих. Точно так, будто какая золотая цепь открывается уму внимательных ряд подвигов святого при воспоминании об его имени. А от этого бывает нам немалая польза. 142. Можно бы еще более сказать об имени Павла, но чтобы нам коснуться и второго слова, прекратим здесь рассмотрение имени. И перейдем теперь к этому слову. Как имя Павел доставил нам великое богатство, так и слово призванный. Если только решимся, мы исследовать его с надлежащим усердием, даст нам такой же или еще и обильнейший предмет для созерцания. В самом деле, как вынувший из какого-либо украшения или диадемы царский один только камень, может продавший этот драгоценный камень и купить великолепные домы и дорогие поля, толпы слуг и множество других предметов. Так и в отношении слов Божиих. Если захочешь изъяснить смысл одного речения, оно доставит тебе великое духовное богатство. Не тем, чтобы принесло домы или слуг или десятины земли, но тем, что возбудит души внимательных к благочестию и любомудрию. Вот это самое слово призван. Смотри, какой ведет нас в истории духовных дел. Впрочем, должно прежде узнать, что это значит призван, а потом рассмотреть, для чего Павел так написал в послании Коринфянам и Римлянам. И никому другому. Не без причины же и не без оснований он делает это. Если и мы не без разбора делаем надписи своих писем, но посылая письмо к низшим, пишем такое-то, такому-то, а когда посылаем к равным, то получающего письмо называем в надписи и господином. Когда же пишем гораздо высшим по достоинству, то прибавляем множество и других наименований, выражающих глубокое почтение. Если и мы наблюдаем такую разборчивость, и не ко всем пишем одинаково, но судя по различию лиц, получающих письма, употребляем такие или другие названия, то тем более Павел писал одним так, а другим иначе, не без причины и не без основания, но с некоторой духовной мудростью. Что Павел ни в одном из других посланий не назвал себя в самом вступлении послания призванным, это можем мы узнать, пробежав самое начало посланий. Остается нам сказать, для чего он сделал это, только мы наперед покажем, что значит призван, и что Павел хотел внушить нам этим словом. Что же он хочет внушить нам, называя себя призванным? То, что он не сам первый пришел к Господу, но послушался, быв призван. Не сам искал и нашел, но найден, когда блуждал. Не сам первый воззрел на свет, но свет небесный пролил свои лучи на его взор, и ослепив ему плотские глаза, потом открыл внутреннее. Итак, он называет себя призванным, желая вразумить нас, что он все свои добрые дела приписывает не себе, но призвавшему его Богу. Кто отворил мне, говорит он, ворота на арену и открыл поле для борьбы? Тот виновник и венцов. Кто сделал начало и посадил корень, тот дал мне и возможность произрастить впоследствии плоды. Поэтому он и в другом месте сказал, я более всех потрудился и прибавил, впрочем, не я, но благодать, которая во мне. 1 Коринфянам 15.10. Итак, слово призван означает не другое, что, как то, что Павел не усвоял себе ни одного из своих подвигов, но все приписывал Господу Богу. Это и Христос слушал ученикам своим говоря, «Не вы меня избрали, но я вас избрал и поставил вас». На это самый апостол указывает в том же послании, говоря, «Тогда же познаю, как я ныне познан». Теперь, то есть, не я первый познал, но сам наперед был познан, потому что, когда он гнал и опустошал церковь, тогда призвал его Христос, сказав, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Вот почему он называет себя призванным. А почему он так написал Коринфянам? Коринф – главный город Ахаии и был богат духовными дарами, чему и надлежало быть так, потому что он впервые услышал проповедь от Павла, как виноградник, обработанный искусным и рачительным земледельцем, изобилует листьями и всегда обременен бывает множеством плодов, так и этот город, впервые воспользовавшись учением Павла, как бы обработкой искусного земледельца и долгое время наслаждаясь его мудростью, украсился всеми благами. В нем не только было обилие духовных даров, но и великий избыток мирских благ, потому что он превосходил другие города и внешней учености, и богатством, и могуществом. Эти-то блага и надмили его гордостью, а через гордость разделили на разные части. Таково свойство гордости. Она расторгает союз любви, отделяет людей друг от друга, и всякого, кем она обладает, заставляет жить особо от прочих. Как стена, раздувшись, разрушает здание, так и душа, наднившись гордостью, не может быть в союзе с другими. Это самое случилось тогда с коринфянами. Они стали спорить между собой, расцикли церковь на множество частей, поставили себе много других, кроме Павла учителей, и, разделившись на общины и особое братство, нанесли вред достоинству церкви. Потому что достоинство церкви поддерживается тем, когда составляющая ее соблюдает между собой связь, какая должна быть между членами тела. 144. надо показать вам и то, что коринфяны впервые услышали проповедь от Павла, что они обогащены были духовными дарами, что обладали мирскими выгодами, и что возгордившись этими выгодами, разделились между собою, и одни из них перешли на сторону одних, а другие на сторону других учителей. Итак, для удостоверения, что они впервые услышали учение от Павла, послушай, как сам Павел указал на это. Хотя у вас говорит и тысячи наставников о Христе Иисусе, но немного отцов. Ибо я родил вас благовествованием во Христе Иисусе. А кто родил, тот первый выводит на свет рожденного. И опять я насадил, а полос поливал. Здесь показывает, что он первый посеял учения между коринфянами. А что они богаты были духовными дарами, видно вот из чего. Благодарю Бога моего, о благодати Божией, данной вам во Христе Иисусе, что вы обогатились в Нем всем, чтобы не иметь нужды ни в каком даровании. Потом, что они обладали внешней мудростью, Это показал нам Павел теми многими и пространными словами, которые он направляет против этой мудрости. В другом послании он нигде не делал этого, а здесь, то есть первом послании к Коринфянам, сильно осуждал внешнюю мудрость и весьма справедливо. Так как от нее произошла опухоль, то над ней Павел употребил и резание, говоря ствовать, чтобы не устранен был крест Христов при мудрости слова. Смотри, какое обвинение против внешней мудрости. Она не только не содействует благочестию, но еще бывает помехою и препятствием. Как прекрасные тела и благовидные и красивые лица, если получат какое-либо стороннее украшение, утрачивают славу собственной красоты, потому что честь этой славы похищают себе румяны, притирания и другие прекрасы. Если же не употребишь на них ничего постороннего, то гораздо лучше выкажешь красоту их, когда один вид сам собой будет действовать и пользуется вполне удивлением. Так бывает и с верою, этой духовной невестою. Если придашь ей что-либо внешнее, богатство или власть или силу красноречия, то унизишь ее славу, потому что не дашь проявиться всему блеску ее, но раздробишь славу ее если предоставишь ей действовать самой по себе, устранишь все человеческое, тогда верно выкажется вся красота ее, тогда ясно просияет неодолимая сила, когда то есть не воспользовавшись ни богатством, ни мудростью, ни властью, ни знатностью рода, ни другими человеческими пособиями, она победит и преодолеет все, когда через людей ничтожных, низких, неимущих, бедных и неученых одолеет и нечестивых риторов и философов и тиранов и всю вселенную, потому Павел и говорил, я пришел не в премудрости слов возвещать вам свидетельство Божие, и не мудрое миро избрал Бог, чтобы посрамить мудрое, сказал не просто не мудрое, но не мудрое миро, а конечно безумное миро не есть безумное, и перед Богом напротив, многие скажущиеся здесь в мире безумными перед Богом умнее всех других, точно так, как и многие живущие здесь в бедности перед Богом богаче всех, так и Лазарь в мире был безнее всех, а на небе стал всех богаче, и так безумными мира Павел называет тех, которые не имеют изощренного языка, не обладают светской ученостью и лишены красноречия, и этих-то людей избрал, говорит Бог, чтобы посрамить мудрецов, как же, скажи мне, эти посрамляются через тех, на деле, когда вдову сидящую в ворот и просящую милостыни, а часто и увечную спросишь о бессмертии души, о воскресении тел, о промысле Божьем, о наградах по заслугам, о тамошнем отчете, о страшном судилище, об уготованном добродетельном блаженстве, об угрожающем грешникам наказаниях и обо всем прочем, и она ответит с точностью и полной уверенностью, а философ, и тот, кто много хвастает прической волос и тростью, после многих и долгих курсов учения, после многих и напряженных занятий, не может и завикнуться, не смеет рта раскрыть об этих предметах, тогда хорошо знаешь, как не мудрое миро избрал Бог, чтобы посрамить мудрое. Чего эти мудрые по гордости высокомерие не могли найти, потому что уклонились от учения духа и совершенно предались своим умствованиям, то самые бедные презренные люди, лишенные всякого мирского образования, узнали с совершенной точностью, потому что доверились небесному наставлению. Но апостол не останавливается на этом в осуждении мирской мудрости, нет, он прибавляет еще другое сильнейшее осуждение, говоря, премудрость мира сего есть безумие перед Богом. И преподавая слушателям наставление, опять совершенным презрением к земной мудрости и силой и говорит, если кто думает мудрым быть в мире всем, тот да будет безумен. И опять, ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отверну. И опять, Господь знает помышления человеческие, что они суетны. 146. Так отсюда видно, что коринчане обладали мирской мудростью. А что они гордились и надбивались, опять яснует из этого же послания. Осудивши в одном месте блудодея, Павел прибавил следующие слова, и вы возгордились. А что они от гордости рассорились между собой, это самое показал он сказав, «Если у вас есть зависть и сварливость, то не плотские ли вы, и не по-человечески ли ходите?» В чем же выразилась ссора? Они разделились между многими начальниками. Почему Павел говорит, «Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Полосов, я Кифин, а я Христов». Говорит, это не потому, чтобы они предались Павлу и Кифе и Аполлосу, нет, этими именами он хочет прикрыть виновников раздора, чтобы обнаружив их, не сделать упорнее и не довести до большого бесстыдства, а что в самом деле они предались не Павлу и Петру и Аполлосу, но некоторым другим, и это видно из последующих слов, осудив их за этот раздор, он прибавляет вот что, «Это, братья, я приложил к себе и Каполосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозноситься один пред другим». 1 Коринфянам 4.6 «Многие из простых людей, не имея чем самим гордиться и укорять ближнего, поставив начальников над собой, их-то заслугами возгордились перед другими, и мудрость их учителей сделалась для них поводом к превозношению перед другими, а это было верхом тщеславия, не имея чем самим хвалиться, воспользоваться чужими преимуществами к превозношению перед другими. И так как они надмились гордостью и рассорились и разделились на многие части и высоко возмечтали о своей вере, как будто сами от себя изобрели, а не свыше и от благодати Божией получили догматы истины, то Павел, желая смирить их гордость, в самом начале послания тотчас назвал себя призванным, как бы так говоря, если я учитель не изобрел ничего сам от себя и не сам первый пришел к Богу, но послушался уже тогда, как призван был, то вы, ученики от меня принявшие догматы, как можете высокоумствовать, как будто бы сами изобрели их. потому и далее говорит им кто тебя отличает и то, что ты имеешь, что ты имеешь, что не получил бы, а если получил, то что хвалишься, как будто не получил. Итак, это слово призван, есть не другое, что как урок смиренно мудрие, низложение надменности, украшение высокомерия, ничто, точно, ничто не может так обуздывать и воздерживать нас, как смиренно мудрие, когда то есть мы бываем скромны, смиренны и никогда нисколько не мечтаем о себе. Ведая это, и Христос, когда приступал к преподаванию духовного того учения, начал совещание к смиренно мудрию и отверши уста наперед поставил этот закон словами блаженный нищий духом. Кто намеревается строить большой и великолепный дом, тот полагает и основание соответственное, чтобы оно могло выдержать тяжесть, которая впоследствии будет лежать на нем. Так и Христос, начиная возводить в душах учеников великое здание любомудрие, наперед полагает увещание к смиренно мудрию, как твердое и непоколебимое основание, первую и нижнюю часть здания, зная, что когда этот добродетель вкоренится в сердцах слушателей, то и все прочие добродетели могут уже безопасно назидаться. Следовательно, когда нет в человеке этой добродетели, тогда он напрасно попусту и без пользы будет трудиться, хотя и совершит все прочие добродетели. Как человек, построивший дом на песке, хоть и подъял труд, но не получил пользы, потому что не положил надежного основания, так сколько бы кто ни сделал добра, без смиренно-мудрия погубит и испортит все. А смиренно-мудрия разумея не то, что на словах и на языке, а то, что в сердце, от души, в совести, что видеть может один Бог. Этот добродетель одна и сама по себе достаточно к умилостивлению Бога, что и доказал мытарь. Не имея ничего доброго и не могши похвалиться хорошими делами, он сказал только «Будь милости ко мне грешному». И вышел праведнее фарисея, между тем это были слова еще не смиренно-мудрее, но искреннего сознания. Смиренно-мудрее состоит в том, когда человек, признавая в себе великие совершенства, нисколько не мечтает о себе, а сознание в том, когда человек, будучи грешником, сам исповедует это. Если же, не сознавшись в себе ничего доброго, исповедав то, чем он был, так преклонив Бога на милость, то каким дерзновением будут пользоваться те, которые могли бы указать на множество своих добродетелей, скрывает, однако, что таковые, и ставит себя в число последних. Так-то сделал и Павел, будучи первым из всех праведников, он называл себя первым из грешников, и не только называл себя так, но и был убежден в этом, узнав от учителя, что, и сделавши все, мы должны называть себя рабами, ничего не стоящими. Вот в чем состоит смиренно мудрие. Подражайте же ему вы, у которых есть добрые дела, а мытарю вы, которые обременены грехами. Будем признавать себя такими, каковы мы на деле. Будем ударять в грудь и заставлять душу свою нисколько не мечтать о себе. Если мы будем в таком расположении, то оно послужит у нас достаточным приношением и жертвою, как и Давыд сказал, жертва Богу дух сокрушен, сердца сокрушенного и смиренного Бог не презрит. Не сказал только смиренно, но еще и сокрушенно, а сокрушенное переломлено и уже не может, хоть и захочет подняться вверх. Так и мы не только смирим нашу душу, но и сокрушим и пронзим. Она сокрушается, когда постоянно помнит о своих грехах. Когда так смирим ее, она, если и захочет, не будет в состоянии поднять себя до гордости, потому что совесть подобно узде будет удерживать ее от надмения, будет укращать и умерять во всем. Таким образом, возможно мы обрести благодать у Бога. Сколько ты велик, только и смиряйся пред Господом и найдешь у Бога благодать. Терахат 3.18 А кто обрел благодать у Бога, тот не почувствует никакой неприятности, но может и здесь с Божьей благодатью легко перенести все несчастья и избегнуть уготованных там грешникам наказаний, потому что благодать Божия будет ему везде предшествовать и во всем содействовать к добру. И ее-то да удостоимся получить все мы во Христе Иисусе Господе нашим, через которого и с которым отцу со Святым Духом слава и ныне и пресно и во веки веков Аминь.